Рыбаки, которые приезжают сюда не первый год Рассказывают, что это место уже давно используют как скотомогильник Вот голову здесь собакам привозили кто-то Да не складировали, привезли, я не знаю откуда взяли Я видел две головы обглоданные А откуда привезли, без понятия Но это животное, где-то когда-то забитое на мясо Голову привезли, выбросили собакам, как трупы По словам рыбаков, все уже привыкли видеть постоянные кучи костей на берегу Их привозят практически еженедельно Экологи уверены, такие незаконные скотомогильники могут быть очень опасны для горожан Ведь вполне возможно, что животные могли чем-то болеть А сейчас эти бактерии лежат на открытом воздухе К тому же на берегу живут несколько бродячих собак Которые и станут переносчиками инфекции Рассказал эколог-общественник Сергей Шахматов Если все это просто так оставлять или где-то складировать То это стопроцентное получение целой группы видов инфекций Которые появляются на трупных телах в процессе разложения органики Соответственно, если туда добавить какую-то биологическую добавку С точки зрения живых организмов То мы можем наблюдать за появлением Может быть даже каких-то мутаций Какой-то инфекции То есть это достаточно серьезно Сразу после того, как информация о скотомогильнике появилась в сети Ей заинтересовалась природоохранная прокуратура и ветеринарная служба Буквально за пару часов до нашего приезда На место специалисты собрали все останки Чтобы проверить, есть ли в них инфекция Сегодня с утра на этом месте лежались десяток трупов и скелетов животных Сейчас, понятное дело, оно выглядит лучше Здесь хорошенько прибрались сотрудники природоохранной прокуратуры Местные рыбаки рассказали, что они в общей сложности работали около двух часов Однако непонятно, почему они не могли сделать этого раньше Тем более, что по данным краевого МВД Останки здесь лежали с осени прошлого года Кому принадлежит эта территория, пока тоже неизвестно Однако сейчас этим вопросом занимаются полицейские Березовского района Историей также заинтересовался и член общественной палаты Андрей Басуновский Он считает, что в принципе вопрос с утилизацией останков домашних или сельскохозяйственных животных У нас в городе стоит остро Потому что, по сути, у нас нет места, где можно избавляться от тел питомцев Легальные скотомогильники в Березовском и Емельяновском районах закрыли А те крематоры, которые закупили для ветеринарных клиник, стоят без дела Крематоры купили, поскольку мне помнится, они так и стоят любезно на ветеринарных станциях Потому что, как мы это обычно любим делать, значит, что-то мы сделали, чего-то не доделали Для того, чтобы крематоры есть, денег на содержание их, естественно, я так полагаю, что нет И я не понимаю, как в том крематоре, например, утилизировать лошадь или корову Поскольку мне известно, любой крематор рассчитан, вот те, которые у нас есть, на вес животного не больше 100 килограмм Вот и получается, что оборудование у нас есть, места есть, а денег нет Причем ни у государства, ни у красноярцев, чтобы платить за эти услуги Вот и приходится искать такие нелегальные лазейки Единственный выход сейчас, который видят общественники и экологи Это софинансировать утилизацию за счет бюджета Полина Михальчук, Николай Чистюков, Новости ТВК